Что я вам все время говорю про дизельные машины из Европы? Правильно, что на них ездят много, тем более, если у нее коробка механическая и кузов универсал. Но многие думают, что если машина с 17-го года, то это вообще новая тачка, у нее пробега должно быть там 100 тысяч. Но, ребят, 17-й год это тачке уже 7 лет, 24-й на дворе, а за 7 лет можно много наездить. Но давайте на этой проверим. У нас Renault Megane 17-го года, мотор 1.5 дизель, коробка механика, пробега стоит 200 тысяч, продается она в Ривненские области за 12 800 долларов. Продавец пишет, что тачка свежепригнанная, пробег 100% оригинальный, есть сервисная книжка. Давайте проверять наш Megane, давайте посмотрим, откуда он к нам приехал. Так, машина к нам приехала из Италии. Давайте глянем, что у нас с пробегом. 200 тысяч, говорите, сервисная книжка. Опа, а в Италии было 303 тысячи километров в начале 23-го года. И это уже год прошел с тех пор, ребят, то есть там вполне возможно, что уже больше. Так что вы знаете, куда девать вот эту сервисную книжку с ее оригинальным пробегом. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт Carvertical, сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%, вводите в ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт Carvertical, вы можете ввести мой промокод автоспикер и тоже получите скидку 20%. Мазда CX-5 попросили проверить, написано, что повреждения есть, но что там было нет, фотографий не подтягивается и в бесплатных сервисах нет. Ну давайте посмотрим. Значит у нас CX-5 16-го года, продается в Одессе за 16 300 долларов, пробега указана 106 тысяч километров. Действительно, никаких фоток не подтягивается и ссылок на бесплатные сайты тоже нет. Давайте смотреть. Вот наша Мазда CX-5 и давайте посмотрим, что за фотки. Упачки, ого. Та-да, ну повреждения, ребят, не самое большое, но и не самое маленькое. Нормально, вмочили в морду, вывернуло колесо, пострадал мотор. Ага, и даже жопа пострадала. Так, подушки стрельнута, шторка стрельнута, рулевая тоже. Основная проблема, это конечно то, что досталось по передку, самая проблемная часть. И мотору тоже досталось. А продали ее за 1850 долларов на аукционе. КОЛЬКО! 50 тысяч! Серьезно? 50 тысяч баксов вы хотите за эту тачку? Продавцы просто без тормозов. Ребят, новая Audi A6 24 года в салоне стоит 55 тысяч. А они хотят за эту 50. Вы вообще в адеквате? Не, ну я еще понимаю вот этих панторезов, которые берут битье из штатов, чтобы на кого-то впечатление произвести. Купили за копейки, а выглядят на миллион, да? Ну пофигу, что она там не едет нифига. И вот-вот развалится. Но тут стрёмная тачка, смутная история, почти по цене новой из салона и ей 4 года на минуту. Значит продается этот агрегат в Одессе. Пробега указано 10 тысяч километров. Мотор трехлитровый бензиновый. Цена 50 тысяч, то есть поверху рынка, как у новой из салона. А что у нас по истории? Опачки! Есть повреждения. Давайте глянем фото. Опа! Гляньте! И вот это вот они хотят продать по цене новой. Ребят, не, ну я понимаю, не самое худшее повреждение, которое я видел, но цена новой машины, ребят. Подушки стрельнуты, морда разбитая, до мотора явно достало. О какой цене нового автомобиля вообще они шепчут? Просто безбашенный, не понимаю людей, которые покупают вот такую тачку поверху рынка по цене новой. Почему каждый раз, когда я вижу, что в описании написано, либо 100% родной пробег, либо 100% не бито, не крашено, оказывается все наоборот. Вы лучше вообще такое не пишите или пишите правду. Ну вот и тут продавец пишет, что машина 100% не бито и 100% родная краска. Это у нас Opel Insignia Sport Tourer 2015 года с мотором 1.6 дизель и коробкой механика. Продается он в Ужгороде за 10 тысяч долларов, пробега указано 240 тысяч километров. Ну давайте проверим. Вот наш Sport Tourer и что-то тут и с одометром вопросы и с повреждением. Да, кстати, там было написано, что машина из Германии, а тут мы видим, что машина из Бельгии. С 23 года числится в Украине. Что по повреждениям? Так, получила в жопу тачка на 60 тысяч гривен. В каком? В 21 году, ребят. Уже там что-то меняное и уже там что-то крашеное 100%. Что по пробегу? Опа. Было в 22 году 320 тысяч, а в 23-м 230. Да, циферки случайно поменялись. То есть и пробега 100 тысяч почти смотали, и про родную краску обманули, ну и то, что машина из Германии, естественно, тоже. Так, Skoda Octavia VRS с оригинальным пробегом, который подтвержден записью в сервисной книжке от дилера. Ух ты! То есть тачка получается вообще вся прям официальная. Но сейчас мы проверим, что там за сервисная книжка и какие дилеры там что писали. Значит, это у нас А7 2015 года с двухлитровым дизельным мотором и коробкой автоматической на роботе. Продается в Мукачево за 13500 долларов. Пробега указана 240 тысяч километров, которые оригинальные. Машина, конечно же, без подкрасов, в родной краске и так далее. Давайте проверять. Наша Skoda Octavia. Видим, что пунктик с пробегом не совпадает, то есть с повреждением. Не соответствует тому, что там написано. Так, по тачке есть запись, что она была в Германии, там было ДТП. И с 2019 года она в Украине. Повреждение. 60000 в 2016 году в Германии. В морду с обеих сторон она получила. Ребятушки, ну, я думаю, по подкрасам есть все-таки вопросы. Может, замена бампера, может, перекрасы, может, шпаклевка. Но в любом случае удар был. Фотографии. Это она уже в 2020 году, я так понимаю, в Украине продавалась. А что по одометру? Ой, как неудобно получилось. 300 тысяч километров было вот в этом 2024 году. Получается, здесь продавалось. Так, про какие сервисные книжки ты нам тут рассказываешь? Так что, друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт Carvertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт Carvertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер и тоже получите скидку 20%.